Интерактивная программа «Алмаз» «Беленина жизнь иначе» Курс по развитию психической силы Медитативные занятия по анализу себя Определение приоритетов Создание стратегии успеха Каждый понедельник в 17 часов в прямом эфире Интерактивная программа «Алмаз» Сергеем Серебряковым Добрый день, уважаемые радиослушатели! Я рада быть с вами вновь. Сегодня прекрасное настроение Не важно, что за окном в Москве идет дождь А в Сибири там уже где-то выпал снег и глубокая зима А где-нибудь на теплых островах по-прежнему Лето, казалось бы, по погоде Но мы все равно начинаем нашу программу Прямой эфир «Тайны психики человека» Это интерактивная программа «Алмаз» Которую предоставляет вам на волнах Эрведораде Сергей Владимирович Серебряков Напомню вам, что эта программа Поможет вам определить приоритеты и личные цели А затем создать стратегию успеха, ведущую к счастью и удаче в вашей жизни Программа непростая Нужно здесь работать Нужно не просто слушать и записывать правила, о которых говорит Сергей Владимирович А применять их в жизни, анализировать Это очень важно Здравствуйте, Сергей Владимирович Добрый вечер Радую вас слушать на волнах Эрведорадио Как ваше настроение? Настроение очень хорошее Мне сегодня один человек сказал на такой же вопрос Боевое А у меня сразу возникла встречная фраза А с кем вы воевать собрались? Человек засмеялся и сказал Да нет, в принципе, ни с кем Просто бодрое настроение Я надеюсь, что и у вас оно тоже очень бодрое и хорошее Я с вашего позволения напомню нашим слушателям Что вопросы по данной передаче Они могут присылать в чат по скайпу И на наш почтовый адрес Эрведорадио.собакамл.ру За эфирное время Точнее, когда эфир уже закончится И еще я напомню, что все предыдущие эфиры по данной программе Вы можете скачать и прослушать в эфире В разделе В университете, в разделе психология Так что добро пожаловать Там есть все предыдущие темы Итак, Сергей Владимирович Сегодня у нас непростая тема Тема у нас сегодня Мы сами учим людей, как общаться с нами Очень даже интересно Рассказывайте Очень не терпится Статья большое Хорошие слова И сегодня мы с вами будем продолжать изучать тайны психики человека И наша программа называется «Алмаз» Потому что алмаз имеет очень интересные свойства Он бывает чистотой, прозрачностью, крепкостью И, в общем, алмаз – это камень, который украшает Самый лучший украшение в мире И чистое сознание в человеке – это тоже украшение Поэтому мы будем дальше делать огранку нашего сознания И сегодня мы с вами пройдем тему Которое называется Мы сами учим людей, как обращаться с нами Что это значит? Никто не хочет, чтобы с нами обращались плохо Это правда Все хотят быть счастливыми Все хотят, чтобы их любили И все хотят быть удачными в этом мире Мы сегодня рассмотрим с вами тонкие кармические законы Как они работают Мы уже с вами проходили, что мир состоит из двух странствий Мертвойственность мира – это и есть материальное существование Человек, который понял, как он погружается в мир твойственности Он понял, как можно из него выйти И чтобы не усложнять тему Мы это все произвели в очень простом, доступном варианте Для простых служб людей И нужно понять, что то, что с нами происходит в жизни Это результат нашего поведения Это результат нашего сознания Многие люди говорят «Ну как это вот так вот?» «Я вот не хотела плохого» «Ну что за, потому что у меня муж пьяница» «Я же не хотела мужа пьяница» «Взял бы и спился» «Плючитесь, карма» Ну вы должны понять, что этот человек попал к вам в жизни не просто так Это означает, что у вас есть определенные черты характера Из которых вы попали в эту среду Например, это насилие своего рода То есть человек никого не любит, он любит только водку И если вы посмотрите за многими женщинами То они тоже довольно-таки жестокие То есть у них есть определенные качества Которые далеко не ушли от алкоголика То есть жестокость, она бывает грубая Она еще бывает и тонкая Что такое тонкая, жестокая Это в мыслях, в идеях Как мне одна женщина сказала однажды Я разговаривала своим мужем «Жаль, только что мало от него взяла» Вот и думают эти слова Жаль, не потому что моя любовь развалилась А жаль, что мало взяла То есть мало брала тех денег, благ Да, 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 мало брала Вот этот человек жалеет, что не успела хапнуть больше То есть смотрите И человек, он не думает о том, что муж-то почему ушел Он же это чувствовал Он же это понимал Что, чего она хочет на самом деле То же самое касается и мужчин Они тоже могут себя вести таким образом Вот сегодня мы с вами рассматриваем Очень тонкие механизмы кармы Как наши мысли, как наше сознание Учит людей прощаться с нами Вот таким образом происходит процесс воспитания человека Воспитание месяца со стороны Вселенной Мы должны понять следующее Что люди относятся к нам Так, как мы себя ведем И на это первое, что нужно прекратить Это жаловаться на это Почему они так ко мне относятся Нужно научиться задавать себе правильные вопросы Не почему, а не так А от чего так По другому вопросу давай Есть такая психотехника Называется техника задавать себе вопросы Но научиться пересмотреть С твоим отношением с окружающим миром Чтобы получить от них то, что вы хотите Давайте сейчас вооружимся с радками и ручками Вам нужно помечать некоторые пункты Какое что такое Это можете сделать Или запоминайте Так, анкеты для оценки нарушений Так это назовем Мы рассмотрим некоторые семейные проблемы Потому что больше всего человек страдает в семье Очень часто люди жалуются, что вот мужчина заботится обо мне Я вот ему то и это Так, я вообще служу своей семье Помогаю, у меня дети Я должна ради них жить И вот обратите внимание, как строить свою речь человек Речь в этом смысле Он говорит, я должна ради них жить Видите, правда такая Я должна ради них жить Вообще-то человеческое существо предназначено для того Чтобы жить ради прогресса и духовного развития А не для того, чтобы жить ради детей и семьи Нигде в этих это не написано Но он говорит, я хочу жить ради них Вы смотрите, как получается тонкий закон кармы Если ты хочешь жить ради них Как говорят в немцы, такая пословица немецкая Если ты хочешь дать человеку многое, он потребует все Интересно, пословица Если вы хотите отдать свою жизнь, человеку Он потребует от вас все И очень часто дети начинают заявлять Давай мне то, давай мне это И вообще от старости уходи Дома оставь свою квартиру нам Наступает книжка И многие родители удивляются Откуда же такая жестокость наших детей Откуда это появляется Не могут усечь эту тонкую связь Человек уже это вселенное Сделал заявление, что я хочу жить ради них Но наша жизнь предназначена ради жизни людей Которые временно в нашей жизни Поэтому он должен будет испытать Некоторое разочарование Что такое разочарование? Он начинает понимать, что все Я понял, что моя жизнь не состоялась Значит, надо жить ради собаки Ради собаки или ради зарплаты? Или ради зарплаты А суть меняется Вообще идея остается та же Просто переключается энергия Теперь я служу собаке Либо зарплате, либо работе Все равно я кому-то служу То есть вот это желание служить Это в душе лежит такая потенция Это служение Всевышнему Но человек не хочет ни в общении Он думает, слышит Поэтому материальная природа У нее такая роль Заставить человека потихоньку Разочароваться в этом материальном мире Как бы не прискорбно это не звучал Но это так и есть Потому что высшие силы не хотят Что мы здесь жили лично Этот мир, мир разлуки Так вот Вы должны ответить себе Чувствуете ли вы, что являетесь Дающей стороной в отношениях? У вас партнер принимающий Очень часто люди не замечают Что вы играете в одни ворота? Что значит в одни ворота? То есть даете, даете, даете А в ответ ничего не происходит И вот человек, он не делает трезвые оценки А он начинает мыслить так Значит я очень плохо служу Значит мне нужно еще больше стараться Да, Наталья? Бывает такое? Угу Меня же не замечают Надо мне еще больше стараться это делать И он думает Что я теперь со своим старанием И со своим служением Мужу, например Вот еще больше добьюсь Его расположения Или жене Больше добьюсь Мне теперь нужно выслуживаться перед ним Добиться своей любви Дети тоже стараются быть хорошими Перед родителями Вот эта концепция Быть хорошими перед кем-то Доказавшим чего-то Всегда порождать насилие По отношению к вам Понаблюдайте за миром Вы в этом будем убеждены Так вот Ведах описано Что не надо служить человеку Надо выполнять свою дхарму Что такое дхарма? Дхарма Подполняет обязанности У родителей есть дхарма У матери есть дхарма У отца есть дхарма У жены есть дхарма Это и у мужа Это правильное самоотношение И не надо с ним сходить То есть самое основное правило Это не нарушать Вот эти типы самоотношений Вы задаете Допустим Чтобы просканировать Ваши дальнейшие проблемы Которые могут родиться В течение жизни Вы задаете себе вопрос На какой тип отношений Похожи ваши семейные отношения Давайте с вами разберемся Что такое отношения На саскрытии отношения Называется слово бхава Слышали такое слово? Бхава Нет Даже вы живете Что в астрологии Дома гороскопа То есть там стоят созвездия Они называются бхавы То есть бхава Это вкус определенных отношений Вкус счастья То есть каждый человек Имеет свою балу Каждое животное Ворота такая бхава Рыться в помойке Не бхава такая А у лебедя плава Плавает в чистых местах Я ведь никогда на помойку Не пролетит Потому что это не его Бхава Сюда теперь слово бхава То есть это даже очень сложно На русский язык перевести Это как бы суть существования Тип отношений своего рода С прожающим миром Вот в семье тоже существуют Определенные бхавы Давайте их перечислим Какие есть основные баллы Семейные отношения Не только бывает Муж-жена Например У вас есть мама Папа И у вас с ними Есть определенный тип взаимоотношений Например Если взять молодую девушку То есть у него же есть отец Отец мужчина Да Мужчина Девушка Она хоть его дочь Она тоже женщина И по идее Они должны друг другу привлекаться Да Как говорят Как говорит Фрейд Все в этом мире Повяжено на сексе Это неправда на самом деле Он абсолютно неправ В этом отношении Не все в этом мире Повяжено на сексе Где договорится Что любовь Она как алмаз И она имеет много грани Так вот Дочь может любить своего отца Наталья Вы можете такое понять Что дочь может любить своего отца Да Я могу понять Что дочь может любить своего отца Она может его любить Может это любовь Он мужчина А вы женщина И вы его любите Но ваше отношение Отличает от отношения В любви к мужу Вы можете любить своего мужа Вы можете любить своего отца Оба они Мужчины И при этом у вас отношения к ним разные, грани вашей любви разные. Понимаете, да, я идею? Довольно, сын может любить свою мать. Она женщина, он мужчина. Но при этом, если у него все в порядке с головой, у него не возникнет никаких половых увлечений. Потому что она моя мать. То есть, смотрите, любовь, она реальна. Хочу вам сказать, что даже бывает любовь между мужчиной и мужчиной. Но я не говорю про геев. Любовь. Например, мой дед дружил с одним своим другом. У него была самостоятельная любовь. Они фронтовые друзья. Они другу часто же спасали. Всю жизнь они дружили. Не можно сказать, что любили друг друга. Но это любовь мужская, дружеская любовь. Она не освернена половыми отношениями. Там нет и тени, намека на это. Даже люди, которые... Когда я видел, когда они встречались вдвоем, они вот у друга даже понимали, а там не было и намеков на половые отношениями. Это любовь дружеская называется. Это идут друзья. Да, среди женщин есть такие подруги, которых вы любите. Есть у вас такая подруга? Есть. Есть. Вы ее любите. Она тоже отличается... Ну, это любовь к подруге, она отличается от любви к матери. И отличается от любви к отцу. То есть смотри, есть разные вкусы, цены и отношения. Итак, есть положение мать-сын. Что такое мать-сын? Мать и сын. Мать любит сына, сын любит мать. И у них есть определенный тип отношений, который сложился у них с самого начала. Есть отношения брат и сестра. Брат может любить сестру. Сестра может любить брата. Сестра, брат, друзья. И есть еще отношения нейтральные. Что такое нейтральные отношения? Это когда добрые соседи. Например, вы можете жить в каком-то доме, и у вас рядом другой дом состоит. И у вас отношения с соседями. Вы их вроде как любите, но у вас нет ни мать, ни сестра, ни брат. Даже бывает и не друзья. Очень хорошие отношения нейтральные называются. Есть еще отношения. И вот в семье отношения муж и жена. Кому же есть сексуальные отношения. Добавляется к этому вкусу. Там немножко другой оттенок совершенно. Совершенно другой, точнее, немножко, а совершенно другой оттенок. Есть отношения любовников. Вот, Наталья, скажите, чем отличаются любовники от мужа и жены? Сейчас я вам скажу. Муж и жена спят друг другу спиной, а любовники лицом. Шутка хорошая. А то? Это тоже интересный момент, но заметьте, что муж и жена, они так же, как и любовники могут жить, у них есть отношения сексуальные, но при этом они не еще ответственны по отношению к друг другу. У любовники там чистое любовные самоотношения, но у них нет ответственности к отношению друг к другу. Понимаете разницу? Основное. Поэтому есть люди, которых интересуют только любовные отношения. Допустим, есть женщина, которая не хочет иметь мужа, а она хочет иметь любовника. И это называется ее бава. Есть мужчины, которые не хотят им жену, а не просто хотят иметь любовницу. Это его бава. И очень часто они встречаются вместе, живут вместе, и у них совместная жизнь вроде бы похожа на мужа и жену, но тем не менее они все-таки не любовников. Их любовь сильно отличается от любви мужа и жены. И что самое еще интересное, в ведической психологии не рассматриваются эти отношения с позиции «хорошо» или «плохо». Это рассматривается с позиции бавы. У них такой вкус, и там описывается, к чему этот вкус им отношений их приведет. Наша современная психология, с чем она связана? Она осуждает обычно «это хорошо, это плохо». И правильно, нельзя говорить, что любовники – это плохо. Слово, извините, они срочно там создайте семью, а муж и жену там требовать от них, чтобы они жили там как друзья. Это невозможно, потому что у них такая бава. Тут существует много разновидностей типа взаимоотношений. Эти взаимоотношения подробно описаны в Писании. Итак, вы поняли, что такое бава? Это вкусы, которые практически невозможно поменять в течение жизни человека. Они формируются в результате ни одной жизни. Например, человек, который нравится пить спиртное, у него тяга на самом деле не к водке как таковой, а у него тяга к этому образу жизни, вот к этой баве. Этот вкус, запомните, как вкус определяет карму человека и определяет его будущую жизнь. Поэтому опытный астролог или психолог должен видеть вкус человека. На чем он основан, этот вкус? Если этот вкус основан, например, на том, чтобы иметь разные сексуальные отношения, то может сразу сказать, что у него будет много партнеров в жизни, что у него не будет стабильной семьи. Но что самое интересное, им это нравится? Поэтому как можно их осудить? И очень часто бывает так, что женщины начинают встречаться с мужчиной, и они не понимают вот этой бавы друг друга, они даже эту тему не поднимают. Они встречаются вместе, какое-то время живут, а потом выясняется, что вот этот мужчина, например, или женщина, он вообще не соберался отдавать семью. То есть, смотрите, они начали жить сексуальной жизнью, уже начали, там, загражданский брак, да? И в голове у женщины возникает непонимание, что вот, все нормально, по умолчанию мне понятно, что это мой муж. И когда она ему о том говорит, слушай, давай вот мы с тобой как пожениться, и все, у того начинается с истерика. Почему истерика поступает? Что же так плохо вдруг стало? Ну смотри, живешь нормально, как только делаешь заявление, давай вместе жить, а у них начинается с истерика. Ну так же, не задумывались? Задумывалась. Вот это интересный момент. Ну, женщина, она смотрит на него, не может никак понять, в чем сделать-то, мы же уже вместе живем. Почему взять и не расписаться, и жить вместе, в чем проблема? А он не может ее понять, в чем проблема, зачем надо рактисоваться-то? Вообще не понимаю, зачем это надо. Мы встречаемся, встречаемся, но так хорошо. Встречали таких людей? Да. Да, не часто, зачем? Смотрите, что происходит. Он не понимает, что происходит, и она не понимает, что происходит. В результате возникает конфликт. И там не просто конфликта, а очень жуткое непонимание, разочарование, как бы все. Они не могут друг другу нормально объяснить, что происходит. Потому что здесь конфликт, что на уровне правы. То есть у него нет права быть мужем. А у него есть права быть женой. Вот он конфликт. Поэтому физический психолог, он должен очень четко понимать эти вещи. Поэтому, как говорится, прежде чем физиация против пола, надо четко понять вообще, а какой у него вкус в жизни. Вот это называется, сейчас на современном языке, называется совместимость и несовместимость. Совместимость – это и есть идея бхавы. Если бхавы совпадают, они совместимы. Если бхавы, они совпадают, они несовместимы. Есть бхавы о разных уровнях. Вот сейчас мы говорим про любовь. Но есть бхавы, например, на уровне идей по Юпитеру, по планете. Например, что такое идея? Идея моего существования. Ну, в общем, мужчина считает, что идея моего существования – это бегать по гарнизонам, по военным, спасать по страну и так далее. Это его идея. Так же быть. А у нее, допустим, идея – заниматься спортом. Она говорит, что это главное в жизни. А он говорит, что это не главное. Главное – то, что я делаю. Все, видите, у них послонится совместимость по идеям. По Юпитеру и бхавы не совпадают. То же самое может быть несовместимость по Солнцу, по мере ответственности. Например, некоторые женщины, они хотят, чтобы мужчина была очень ответственной. Ей все не очень важно. Если другому не важно, а ей важно, чтобы он не следил, чтобы он сам, допустим, подавал руку ей, чтобы он организовывал, допустим, оплату ее на посещение ресторанов и так далее. А мужчина у него нет такой бхавы. Он не понимает, зачем так надо меня дать из меня все эти деньги. И он начинает думать, что эта женщина какая-то кровососка. Так что, извиняюсь, все. На самом деле у него нет кровососка. А он просто не понимает, что у него такой вкус. А мужчина такого вкуста не так жить. Вот эти вот все различные варианты несовместимости, они порождают эти конфликтные ситуации. Допустим, несовместимость по Солнцу. В чем? По Луне. В чем выключается? Луна — это что за планета? Это он интеллект. Ум. Мировоззрение человека, ум его. Интеллигенция. Это вообще его интеллигенция. И, например, Курьер — это несовместимость, они такого не понимают с каким-то вопросом. То есть есть разные планеты, по ним могут быть несовместимость. Только вот это все планеты несут в бал, в энергию. Итак, давайте дальше поговорим о семье. Как вообще развалится семья? Должны понять одну вещь. Просто очень часто от механизма развала мы сами запускаем. Очень многие женщины начинают жаловаться, почему мужчина со мной грубо разговаривает, почему он так со мной обращается. Непонятно. У других женщин он может говорить культурно, она даже это видит, что он довольно китично, а со мной не может. Давайте рассмотрим положение мать-сын. Что такое положение мать-сын? Хотя мужчина и женщина живут вместе и называются мужем и женой, но если покопаться глубже, вы обнаружите, что их бхавы не мушат жена. Их бхавы, например, мать-сын. Давайте мы сейчас с вами запишем симптомы этой бхавы. То есть это как болезнь, мы должны увидеть симптомы. Можете мне сказать, как будет относиться жена в отношении к своему мужу, если у нее понимание, если ее бхава мать, а он сын? Она постоянно будет вытирать ему нос, говорить, куда ходить, что делать, что не делать. Так, правильно. Она будет ему котлетки с собой делать, да? Что дальше будет ему делать? Она будет его... Она будет за него выполнять очень много работы, даже дома. Да, она всю работу за него будет делать. Только сыночек он же маленький, он не может работать, да? Она будет ходить, пусть договариваться, она будет пешать все вопросы. Что она еще будет делать? Она будет говорить, я не могу его, а я не могу мужа оставить дома одного, да? Мне надо его там кормить, надо там поить, надо что-то еще ему там делать. Слышите такие темы? Ну, лично я не могу его оставить одного дома. Смотрите, о чем вообще идет речь? Давайте подумаем. Мужчине 40 лет или 4 года? Если это было бы 4 года, можно сказать, что я не могу его дома оставить одного. Но если ему уже 40 лет, она так говорит, я не могу его оставить одного. А что он будет есть, что он будет бить, мне надо о нем позаботиться? Он не может ничего там себе сам делать. Это что значит? Это означает, что у ней бхала трансформировалась из мужчины и женщины в мать и сын. Ну, что самое еще интересное, сын, то есть муж, он начинает, ему тоже начинает, эта идея нравится сначала. Сначала она нравится, потом она ухаживает, я ничего не делаю, это не очень хорошо. И вдруг, через какое-то время, она чувствует, что вроде бы, как ей что-то не хватает. Вроде есть муж, вроде есть дети, а ей что-то не хватает. Что же ей не хватает? А? Что же не хватает? Ей не хватает самой быть под защитой. Нет? Правильно. Она начинает чувствовать, что она не защищена. Вы правильно сказали, что я не подзащищена. А еще она начинает чувствовать, что я очень устала от такой жизни. А еще она начинает чувствовать половой голод, сексуальный голод. Потому что вот мужчина есть, а на самом деле его нет. Я объясню. Дело в том, что когда мать-сын развивается в отношении, у него, мужчины, теряется к ней половое влечение. И у нее тоже, что самое интересное, к нему пропадает половое влечение. Потому что мать с сыном не могут этим заниматься. Возникает так называемый инцестное состояние. Инцест. Понимаете? Они не могут это делать. И она начинает испытывать голод. А сын, так называемый в кавычках сын, муж, он начинает чувствовать, что у него вроде как бы есть жена, но на самом деле она больше мать, чем жена. Ну, хочется тоже вкуса вот этого женской ласки и женской энергии. Вы смотрите, что возникает. Наступает дефицит вкусов. Потому что она же хочет быть замужем, вообще-то. А он хочет быть женщиной. Но она же не у них не те. И начинается потихоньку что? Начинается измена. Измена сначала начинается где? В подмене пхавы. Вы должны это понять. Измена это уже самая последняя стадия развития. Первая стадия это ошибки, совершенные в вашей личной жизни. Когда вы разрешили себе это сделать. Когда бы соскочили вот с этих отношений и перешли на другие. Вот это бы не началось. Поэтому продиагностировать семью очень точно можно. Точно можно сказать, когда это произойдет. На какой стадии это произойдет. И так, когда наступает голод, она начинает смотреть по сторонам и сказать, чем мужчина. Потому что чаще всего ее муж постоянно обращается к ней за помощью. Он все время не жалуется. Он не ведет себя к ней как мужчина. И по закону вселенной есть такой закон. Называется закон кармы. По закону кармы обязательно ваши желания должны быть исполнены. Пирается брешь вот в ваших семейных отношениях и туда начинает идти что? Не знаю. Любовь. И туда начинает идти. Потому что за него ворота уже открыты. Ну и что самое страшное адское состояние этого положения это когда чужина не может официально развести с своим мужем. Потому что для этого нет официальной причины. он ее не изменяет. Он нормальный живет. То есть ничего плохого ей не сделал. Ничего он ей не сделал плохого. Они чаще всего таких же жалуются. Они говорят вы знаете я ее люблю. Но жить не могу. Слышали такое? Да. Я люблю его потому что сына тоже можно любить. Люблю но как сына. А мне нужен мужчина. Вот чем идея-то. Вот в этом вся штука зарыта. Они не могут понять что с ним происходит вообще. И когда они связывают с другим мужчиной у них произошла измена произошла а развестись она не может. иду так я вообще посмел у меня вот такая семья золотая вот так все хорошо а я вот так поступила приходят домой начинают еще больше мужу служить больше котлетки ему заворачивать больше ему сопельки вытирать да да Наталья ну наверное надо же рекоментироваться перед ним надо срочно объединироваться а вдруг догадается начинает еще больше и чем больше она ему служит тем больше он ей становится противней вот что парадокс противней больше служит противней потому что она не удовлетворена ее чувство ее браво не удовлетворена с сыном нельзя иметь сексуальные отношения еще раз повторяю но и сын это тоже начинает чувствовать то есть сын он же муж по умолчанию понимаем да он тоже начинает чувствовать что что-то не то что какая-то мамаша у меня вообще-то мне тоже это надоело ему тоже хочется уже женщину вот начинаются взаимные походы потом они начинают разводиться но при этом у них остается любовь они любят друга они привязаны другу они очень нежно относятся другу но при этом оба испытывают голод вот таким образом подмена бхавы приводит страданиям так следующее отношение это отец отец дочь в чем это проявлено то скажет как будет вести себя муж по отношению к своей жене если он начинает отношения не развивать отец дочь соответственно также папочка опекает дочку туда не ходи сюда не ходи правильно туда ходи сюда не ходи что еще это будешь смотреть туда ты будешь с теми гулять с этими гулять правильно он начинает контролировать что самое главное что он начинает делать самый первый признак это вы тоже правильно сказали все это признаки но еще есть основной признак не знаю я не была в таких отношениях основной признак это когда он ей все время делает замечания ага точно ясно да он все время делает ей замечания поправляет ее отдергивает делает ей замечания так обычно ведут себя отцы по отношению к дочерям что происходит в их отношении я вышла замуж за кого за отца катастрофа вышла замуж за отца и что она начинает этим испытывать голод вроде бы она его любит потому что он заботливый он даже ее деньги дает как бы обеспечена она даже может быть кстати такие женщины называют их папочка они говорят папочка папуля папулечка там ты мне донес дашь папулечка папулечка вот это понимаете она уже озвучивает слух что происходит и папулечка начинает служить своей дочке он ей делает замечания при этом ей служит все вот два критерия дочь не может больше терпеть этого она начинает испытывать голод и соответствующим начинается что походы естественно что отец он очень гневный он контролирует все и ее жизнь превращается в что тюрьму тюрьму вы запомните если мужчина запрещает все женщине делать это означает что он он устраивает с ней отношения отец дочь следующие отношения это брат сестра что такое брат сестра это фамилиар отношения ну например какие есть признаки как вы думаете не подумай но они они вместе совершают какие-нибудь глупые героические поступки адреналин отгуляют вместе в компаниях каждый сам по себе может быть опять же таки нет ответственности друг за друга и соответственно правильно я сегодня туда пошел а другой пошел в другое место ну ничего давай вечером встретимся ну что-то вот такое вот у меня да 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 то есть брат а брат и сестра это означает что они родственники они родственники так вот у родственников они могут тоже любить друг друга но при этом у них нет нету половых тоже отношений или они могут выродиться то есть пропадает этот вкус то есть смотрите брат и сестра или сестра брат бывает такое что брат начинает муж начинает к ней вести себя как брат Или наоборот, сестра она считает вести, то есть женщина, которая как сестра себя ведет по отношению к нему. То есть вот эти вот вещи должны регулировать. Вообще это знание предназначено для женщин. Они должны стечь эту ситуацию, чтобы не было таких вот перекосов. Друзья, например, это еще хуже, чем брат и сестра. Друзья, они хорошие друзья. Они даже очень часто, кстати, в детстве дружили, 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 потом раз и поженились. Вот запомните, это брак обычно такой, он неполноценный. Это, думаю, что ладно, мы были друзьями, теперь наши отношения перерастут в более какие-то яркие, более супружеские. Обычно этого не бывает. Самые такие вот уже еще хуже, худший вариант, это нейтральные, добрые соседи. То есть когда она живет в одной комнате, он живет в другой комнате. И вроде пересекается каким-то образом по работе, по делам. И друг другу ничего там не мешает жить, ну и особо не участвует. Это нейтральные отношения. Муж-повелитель. Вот это другая тема. Муж-повелитель, если он повелитель, то жена будет кто? Сужанка. Рабыня. Рабыня. И что самое интересное, есть женщины, которым нравится такой тип отношений. Я таких видел очень часто. Муж может даже ее бить, он может на ней издеваться, он может на нее орать. И она при этом все равно будет с ним жить. Знаете, почему он так ведет себя по отношению к ней? Потому что ее это устраивает. Или наоборот, жена-повелитель. В чем это проявляется, что мужчина у нее под каблуком? Почему мужчина под каблуком у жены стоит? В чем проблема выйти из-под этого каблука? Ее каблука. Да, ее каблука. Ну, трудно сказать. Мне трудно. Вот в такую ситуацию попадают мужчины, которые не имеют никакой ответственности в жизни. Ага. А женщина попадает в такую ситуацию к мужу-повелителю, если она была очень несмиренна в прошлой жизни. То есть, если она несмиренно велась, она попадает в такую ситуацию. То есть, смотрите, еще раз говорю. Все вот эти пхавы, которые я вам перечислил, мы сами разрешаем к себе так относиться. Задайте себе вопрос. Давайте попробуем. Почему я хочу, как я муж, хочу видеть в своей жене дочь? Почему? В чем проблема? Если покопаетесь еще глубже, вы обнаружите, что это какие-то кармические завязки, чаще всего сдущие с детства. И что самое интересное, если мужчина начал к ней так себя вести, то женщина должна запретить ему так обращаться с собой. Но она не запрещает. Вот в чем самая страшная штука. Она продолжает эту тему развивать. Как она его может запретить, Наталья? Даже не могу сказать. Она может ему запретить не так сказать нельзя. Она может по-другому это сделать. Как только отец начинает, в кавычках отец, начинает так вести себя к твоей жене, в это время нужно его сбивать с этой платформы ума. То есть, не разрешать ему эту бхаву развивать. Ну, допустим, он начал читать наставления ей, и он сказал, дорогой мой, я вообще-то женщина. Я твоя жена, а не доченька. Не забывай об этом. Или, например, как только он там так себе идет, нужно просто подойти к нему и поцеловать его в губы, например. Потому что дочь обычно не целуется с отцом в губы. То есть она должна разными способами не разрешать ему развивать такой тип отношений. Еще раз вам говорю, это все носит спонтанный характер. Никто специально не хочет так делать. Муж, который берет в жену девушку, он не собирается быть ей отцом. Это возникает в результате его представлений о жизни, о семье и так далее. Это кармические вещи, которые происходят из прошлой жизни. И вот все искусство, психология заключается в том, чтобы вы сами были психологами в своей собственной семье. Вы должны сами видеть, к чему ведется ваша жизнь, к чему ведут эти отношения. Допустим, давайте сейчас рассмотрим. Если муж начал на вас кричать, ваши действия. Первое, что вы должны сделать? Дать оценку, да? Что происходит? Не ступать в скандал, а дать оценку, что происходит, почему он так начал последнее время себя вести. Правильный вопрос? Да. Правильный. Следующее, что вы должны сделать? Садать себе еще один вопрос. Что я делаю не так? Чаще всего, когда какой-то гнев наступает, а другой человек тоже впадает в гнев, он не может себе вопрос задавать в момент. Что я делаю не так? Почему он начинает постоянно мне делать замечания? Что проблема? Что ему не хватает? И вы заметите, и вы заметите, что вы начали чрезмерно потреблять его внимание, его заботу. Вот подчеркните момент. Если женщина говорит, да-да, продолжай бы мне заботиться, да-да, давай мне то, да-да, давай мне это, да-да, давай мне все, все, еще, еще, сделай то, сделай это, она сама заставляет его быть отцом. Но если ты вот такая вся зависимая от меня, то я, естественно, начинаю тобой что? Управлять, оберегать. Вы понимаете, что он не просто так это начал? Она могла включить этот механизм. Допустим, брат, сестра, сестра, она ему постоянно говорит, так, там, Лешка, там, Лешка, Лешка, не Алексей, а Лешка. Ну, чего, давай там то, давай это, за пивком там сбегать, до сюда. Понимаете, такие вот фимилиарные отношения. Сначала она сама с ним развивает фимилиарные отношения, потом он начинает тоже приотноситься. Например, она может публично перед всеми людьми в гостях взять, допустим, там, с ним какие-то там, ну, пообниматься, там, поцелуйчики, там, делать. То есть, смотрите, какие-то интимные вещи, которые делаются на публике, нельзя этого делать, потому что они могут фимилиарно сползти потом. Это незаметно происходит, это не происходит сразу. Бывает так, что у них сразу пхалы такие уже, они изначально попались в это, а бывает, что он со временем на это выходит. В общем, фимилиарность. Допустим, кто-то приходит с других мужчин и приглашает вашу жену потанцевать. И он говорит, ну, потанцуйте, потанцуйте. То есть, она мне не нужна, она мне недорого. То же самое, что можно вашу сестренку пригласить на танец. Да, Наталья? Нашу сестренку можно на танец пригласить? А наша вам сестра, да? Нарис свободна. И вы говорите, да, конечно, сестра, иди потанцуй, хороший парень. Вообще, вот эта самая идея разрешать чужим мужчинам трогать вашу жену, она вообще ненормальная идея сам по себе. Но у нас это очень сильно распространено. Соответствующее, что самое еще интересное, как только он так сделал один раз, во-первых, жена это сразу усекла, что, опа, я практически свободна. Я могу делать все, что хочу. Во-вторых, тот мужчина, и все остальные поняли, что эта женщина находится без защиты. И начинается что? Атака. То есть, мужчина, который понимает, что моя жена это не сестренка, и она занята. Он не позволит, более того, даже мужчина не подойдет у него мысли в голову невозительно пригласить вашу жену на танец. Это будет достаточно просто посмотреть на вас. Вот многие мужчины, кстати, вот они понимают, о чем я говорю. Когда они смотрят на женщину, на какие-то пары, он сразу просекает, свободна она или нет. У любовницы сразу просекает, свободен мужчина или нет. Хотя они сидят вместе с женой, но жена болтает с окружающими людьми. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Там уже пошла где-то сама по себе, вот как Наталья правильно сказала, сама по себе. То есть, смотрите, это отношение брата и сестра всегда приводится к тому, что появится кто-то, кто даст другой вкус. Друзья – это еще хуже, чем брат и сестра. Потому что друзья – там вообще нет таких намеков на близости. Просто никаких. Поэтому, как можно на дружбу сползти? Как вы думаете? Как из семейных отношений можно сползти на дружбу, Наталья? Есть у вас мнение об этом поводу? Конечно. В принципе, могу предположить, что это есть обоюдные обиды друг на друга, неудовлетворенность в плане выполнения обязанностей каждой стороны. Ну и, соответственно, в интимном плане тоже. Да, тут работают оскорбления и обиды. Они, кстати, когда разводятся, так и говорят, давай с тобой останемся друзьями. Да. Обычно давай останемся друзьями. То есть, друзья – такие некоторые нейтральные отношения, довольно-таки хорошие отношения, но больше это означает, что никаких близких отношений у нас с тобой не может быть. Потому что супружеские отношения, они самые близкие, которые только существуют. Ближе – нет. Самые интимные. Так вот, смотрите, что получается. муж или повелитель, если он повелитель, а жена продолжает быть рабыней, от этого он на что, станет лучше или хуже? Муж станет еще больше повелительным. Потому что вы разрешаете так сообращаться. Что самое еще интересное, многие люди терпят такие вот беды в своей жизни только из-за каких-то материальных ценностей. Например, кто-то живет с человеком нелюбимым, который команду повелевает, вообще свободы не дает, просто из-за того, что она финансово от него зависит. Смотрите, в этой жизни всегда дается выбор. Либо ты будешь рабыней, но богато жить, либо ты будешь свободный, но будешь бедный, но будешь иметь любовь. То есть тебе покармить что-то все равно не дано. Но человек из-за своей жадности, он хочет что? Он хочет все. Он хочет и это, и то, и все. И очень часто многие женщины добровольно идут в рабство. Знаете об этом, что они добровольно идут в рабство? Да. А вначале доброволец, или как, вначале жертва говорят, да, а потом постоянный доброволец? А нет понятия слова жертва, вообще не существует. Есть добровольцы, и все. Ну, вначале она стала жертвой, не зная ситуации. Нет, это просто жертва жадности. Вот смотрите, допустим, что такое преступки? Ну, кто такие преступки вообще? Несчастные девушки. Вот, вы знаете, вот вы зря так по поводу несчастной девушки. Да? Они побогаче всех нас вместе взятых. Не очень даже мир повидали и круче живут, чем мы. То есть, есть происходки разного уровня. Я говорю про нормальных, таких высоких, про валютных. Не про вокзальных, а про валютных. Вы заметьте, что они сделали? Они обменяли любовь на деньги. То есть, им природа, то есть, Бог дал красоту определенную, привлекательность. Некрасивая женщина не может этим заниматься, да? Не может, да? Ну, в принципе, не может. Не может по определению, потому что это и есть ее инструмент, заработка, тело. Так вот, она получила тело. И что, у нее был выбор. И она сделала выбор какой? Продать его. Вот смотрите, что происходит. И она думает, чаще всего эти женщины считают, что я нормально сейчас заработаю денег, потом выйду замуж, и у меня все будет хорошо. Но хочу вам сказать одну вещь. У них есть такая патология в сознании. Когда они заканчиваются своими делами и хотят, ну, как бы, заработали денег и хотят нормально жить, они не могут выйти замуж. И они, конечно, формально это могут делать, но они не чувствуются счастливым, потому что у них уже возникло что? Иммунитет от мужчин. Потому что все мужчины к ним как обращались, как товару, как вещи. Вот эта вот карма накрывает их, она лишает их возможности быть любимой. Она не может больше любить. Вот что происходит. Так какая разница, есть преступники, которые открыто торгуют собой, а есть люди, которые тоже торгуют собой. Очень часто в семейных отношениях происходят сделки. Мы сами разрешаем себе так относиться. Ты сама или сам выбрал такое положение. Что такое любовники? мы сознательно живем так, мы сознательно говорим, мы не хотим никакой ответственности. Ни он не хочет, ни она не хочет. Хватит, они говорят уже, мы уже были как-то в семье, больше я этого не хочу. Я просто хочу получать наслаждение, хочу получать счастье друг от друга, но при этом ответственность братья не будут. и вроде бы сначала все очень хорошо, классно, у меня есть любовница, у нее есть любовник, они встречаются, у них даже какие-то интимные отношения есть, и вроде здорово, но почему-то со временем, а чаще всего это у женщин, возникает такое состояние, что ей что-то не хватает. И он нам сейчас говорит, а почему бы тебе не развести со своей женой и не начать жить со мной? А он мне говорит, дорогая моя, ну я и так уже с тобой живу. Я ей, что тебе мало? Вот есть такой феномен, кармический феномен, что если вы имеете с кем-то отношения, особенно интимные, глубокие отношения, то вы друг друга должны. Мужчина не может уже ее оставить, а она не может его оставить. Наступает уже адский узел. Другими словами, она должна стать его второй женой, а он не в состоянии принять ее второй женой. И у него стоит выбор, либо оставить свою первую жену, либо оставить свою вторую жену, она же любовница, по умолчанию. Поэтому в ведах говорится, нет понятия слова любовница, есть вторая и первая жена, все. И он получается, что он двоеженец. И чаще всего ему приходится кого-то из них оставлять, но это очень бутительно и больно. Вот эта вот плата за вот такие вот отношения. Отсюда вывод, что чтобы не случались таких проблем, мы должны очень хорошо понимать теорию вкусов и бхав и поддерживать наши отношения. так вот, любовь это такая штука, которую нужно всем поддерживать, нужно следить. Это целое искусство. Где, в каком месте, куда она поворачивается. Итак, спросите сами себе, спорите ли вы или ссоритесь со своим партнером, как часто вы спорите и ссоритесь. Если вы посмотрите причину вашей ссоры, вы видите, что вам нравится эта позиция. Вы сами разрешаете с собой так обращаться. А знаете, почему? Если бы вам не нравилось, вы бы не спорили. Наталья, так это или нет? Да, я вот не люблю спорить, поэтому я не спорю. Вот вам, ответ. Она не любит спорить, поэтому она не спорит. Что спорить-то? Но если ей нравится спорить, женщине, она начинает спорить с мужчиной. Давайте посмотрим, что такое спор. Спор – это тонкая агрессия. То есть, она практически кидает вызов мужскому началу. И в этот момент, когда они спорят, мужчина прекращает не видеть женщину. Потому что она в этот момент ведет себя агрессивно. у мужчины срабатывает инстинктивно в подсознании оборона и контратака. И он начинает защищаться по Марсу, по мужской силе. То есть, он перед собой видит не женщину, а оппонента, который с ним сражается. И заметьте, что чаще всего в таком состоянии они до друга хамят. И он начинает очень грубо с ней обращаться. Вообще, спор никогда не приводит к вежливости, тактичности, любви. Спор всегда приводит к ненависти, к насилию. Но запишите формулу. Если вы споритесь, все останутся при своем мнении, но отношения станут хуже. В споре истина никогда не порождается. Это глупое заявление, что спор порождает истину. Спор порождает разрушение. Следующий вопрос. Не кажется ли вам, что только вы просите все время прощения? Это по поводу жертвы. Первое – это агрессор, второе – жертва. Но наблюдайте, а почему вы все время просите прощения? Почему никто никогда у вас не просит прощения? То есть, смотрите, человек разрешает себе всегда быть виноватым. Он же так же ведется не только в семье, он так же ведется на работе, он так же ведет себя с друзьями, он так же ведет себя и своими детьми, так же он ведет себя и своей женой. Все время виноват. Если ты все время виноват и не отстаиваешь свои права, то что произойдет? Вы виноват их в воду возить. Еще очень интересный момент. Если вы виноваты, а чаще всего это происходит, когда мужчины, чувствуя, что он живет с мамой или там с сестрой, он покидает, допустим, эту семью, позаводит себе любовницу, через некоторое время он начинает чувствовать, чувство вины и как он это делается? Это делает жена. Она начинает давить на детей, она начинает давить на его совесть, начинает говорить, какой ты негодяй, и что Бог тебя покарает, и вообще таким мерзатцем нету места на земле, и т.д. и т.п. В общем, делается все, общественное мнение, потом еще мнение церкви, мнение на работе, в общем, все начинают говорить, эй, брат, ты не прав, ты вообще не прав. И что возникает? У мужчины возникает чувство вины, под влиянием чувства вины, мужчина и женщина то же самое, с обеих сторон, он начинает, что, бросает свою любовницу, или ту женщину, которая могла бы с ним быть, возвращается в свою семью, и что он начинает там делать, Наталья? Тиранить. Нет. Нет. Не тиранить. Кается. Не, не кается. Ух, мне опять не угадала. Реабилитироваться. А это как? Это теперь ему нужно выслужить пощаду, и показать всем, как я виноват, и чтобы вы меня полюбили снова. То есть, и вот как только он разрешает так с собой поступить, с этого момента жена начинает умстить. Вы что думаете? Она поймет, «Да, дорогой мой, дело все в том, что ты вела себя как мама. У нас с тобой не сложились отношения. Это все проблемы не только твои, они мои тоже. Давай я тебе помогу, и ты мне поможешь». Так, разве будет разговор вестись? Нет. Она поймет, так, ты проиграл. Ты проиграл в этом сражении. Ты вернулся. Я же говорила, куда ты денешься. Потому что ты был такой, ты есть такой, и никогда ты не сможешь измениться. Будь виноватым, а я на тебя буду воду возить. И что дальше возникает? И такой мужчина, он начинает реабилитироваться. Чаще всего он начинает работать больше, давать ей больше денег. Он хочет показать, как я виноват, и как я должен выслужить у вас прощение. Вот этот вариант, он самый проигрышный, и чаще всего жизнь такого человека идет под откос. Что самое еще интересное, жена его еще больше не уважает после этого. Дети тоже особо-то не будут к нему хорошо относиться. Любовница от нем разочаруется. Все те женщины, которые как-то думали о нем по-другому, тоже поймут, что он никто и ничто. И у человека потеряется вообще какое-либо мужское достоинство и понимание. То же самое возникает со стороны женщины. Она ведет себя точно так же. Понимаете идею? Но вы должны понять, что вот если у вас возник такой конфликт, если муж или жена вот как-то дернулись направо или налево, вы должны понять следующее, почему это произошло. И не пытаться сейчас, она должна даже запретить мужу реабилитироваться. Говорит, не надо этого. Не надо этого делать. Давай разбираться в тонкостях, почему это у нас произошло. Вот это называется злить корень. Ну а люди чаще всего под влиянием эгоизма, они не могут увидеть этих проблем. Они чаще всего обвиняют во всем кого? Несчастного человека, который запутался в своей жизни. Он просто запутался. Почему говорится, что семья это очень жестокая вещь? Муж и жена, если они не образованы, если они не имеют духовного образования, они становятся очень жестокие по отношению друг к другу. Хотя, по идее, они должны быть очень близкими и самыми ближайшими, как говорится, спутниками жизни. Но стоит только совершить одну ошибку, как вас никто не захочет ни понять, ни услышать. Что самое еще интересное и потрясающее, что родственники, ради которых вы трудились, родственники противоположной стороны, они даже не вспомнят о вас, о вас добрым словом, только потому, что вы предали мою дочь, например. Или моего там сына. Потому что родственники смотрят на вас, как на предаток моему детью и ребенку. Вот это вот и есть эгоистическая концепция семьи. Она называется грехасха. Грехасха, извините, неправильно сказал, грехометха. Грехометха – это жизнь в невежестве семейная. А грехасха – это жизнь в свете. Так в ведах описано. Два типа семьи существует. Я сейчас не говорю вам, как нужно правильно разводиться. Я говорю о том, что нужно делать, если это произошло. Но так или иначе, бывают черта, при которой невозможно перейти. Например, когда уважение потеряно, практически вы не установите. Но мужчины чаще всего совершают эту роковую ошибку. Они продолжают перед своей женой реабилитироваться, тем самым убивая себя окончательно. Вы понимаете идею? Но что самое еще интересное, замечено психологами, что когда муж, допустим, жена его ни во что не ставила, и муж, допустим, уходил к другой женщине, он резко начинает процветать, даже внешне меняться. И она начинает чувствовать, что мой мужчина, оказывается, был солидный. Вот такое-то отрезвение. То есть, почему женщина теряет мужа, почему муж теряет женщину, это результат их неправильных действий. Это результат их эго и их гордости. Следующий момент, что вы должны понять. Если вы чувствуете, что вы совсем запутались, и не можете разобраться в своей жизни, вам нужно побыть одной или одному. Побудьте какое-то время один, помолчите немножко, то есть и больше слушайте. Эти люди чаще всего выговариваются, они говорят, 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 но не хотят слушать, даже не хотим слушать самих себя. Очень часто люди не могут понять простые вещи. А любите ли вы этого человека? Невозможно даже ответить на этот вопрос. Пожалуй, да, или пожалуй, нет. Такие вот ответы. Или я не знаю уже. Вот есть такой феномен сознания, это прикрыть правду. То есть люди врут самому себе. И они опираются на свою собственную ложь внутреннюю и строят таким образом жизнь. Давайте разберемся, какие есть виды лжи самому себе. Например, явно, что вы не можете жить с этим человеком, но вы говорите самому себе, так надо. Так надо жить. Почему так надо? А кто сказал, что так надо? Это сказала кто-то вам, бабушка вам сказала, или мама вам сказала, или еще кто-то вам сказал. В книжках это написано. Смотрите, ваше сердце говорит, что вы не можете больше так жить. Нужны реформы. Либо реформы внутри семьи, либо реформы вообще. Смены семьи. Но в детях, конечно, не рекомендуются разводы. Это однозначно. Считается не очень хороший результат, это развестись. Но бывает, когда тот пик наступил. Например, муж уже совсем не меняемый, алкоголик, или жена стала простудкой. Понимаете? Невозможно больше жить в такой семье. Но вам говорят, так надо. А как же дети? Следующая тема. Как же дети? А что дети? Ребенок же не может жить без отца. Но на самом деле отца уже нет. Он уже наелся груш, он уже в пивной сидит. Его уже нет. Но она говорит, как же дети? То есть, смотрите, люди чаще всего разрешают с собой так поступать. Очень часто они разрешают оставаться в таком положении только из-за страха. А что будет дальше? А как я останусь одна? Очень часто женщины считают, что я теперь никому не нужна. А мужчина думает, что я тоже не там. Где я еще это найду? А где я там заработаю себе на дом? И так далее. То есть, какие-то материальные вещи берут вверх. И вам всегда дается выбор. Либо ваше положение какое-то сейчас, стабильное, но при этом страдание. Либо вы делаете что? Аскезу. С чего-то лишаетесь, но при этом приобретаете свободу. Но вот люди чаще всего приобретают, не хотят свободы. Они не хотят думать над собой. Они хотят оставаться в том положении, в котором они есть. Вот это и есть сакуны кармы. Так они работают. Они держат нас изнутри. Из-за нашего невежества. Следующий вопрос, который вам нужно задать себе. Посмотрите, кто из вас все-таки жертва? Кто из вас больше жертва? Очень часто обвиняют человека в чем-то. Но на самом деле еще непонятно, кто жертва. Например, муж ушел от жены. Все будут кого обвинять, Наталья? Муж ушел от жены, мужа будут обвинять. Ну, конечно, мужа. А почему мужа? Потому что он же ушел. Он же ушел. Вот, видите? Смотрите, на чем делается решение. Решение ставится на том, что муж ушел, он просто ушел. Факт. Да. Очень поверхностный взгляд на жизнь. А если бы ушла жена от мужа, обвиняли бы жену. А если бы... Что говоришь? А если бы жена ушла от мужа, вот собрала чемодан и ушла, то жену бы обвиняли. Да, и жену бы обвиняли. Да. Или мужа. Почему так довелся нашу девочку, да? То есть, то есть, смотрите, определение делается человека хорошее, неплохо поверхностно. Кто от кого ушел, тот и виноват. Примитив. Так вот, нужно понять, кто жертва. Тот, кто... Может быть, тот, кто ушел, может быть, он является большей жертвой. Вот так вот не думается? Почему так? Почему так люди мыслят? Почему они не хотят подумать, что произошло? Или, допустим, муж ударил жену по лицу. Кто виноват? Ну, вроде бы, муж ударил. Вроде бы, почему? Потому что все действия. Да. Было совершено акт. Акт насилия. Явно. Он проявлен. Он четкий. Вот синяк под глазом. А если вы посмотрите, как она его психически избивает? Это же никто не видит? Какие она ему слова говорит? Как она себя ведет по отношению к нему? Вы-то знаете, что иногда женщина может учинить боли гораздо больше, чем синяк под глазом? Вы об этом не думали никогда? Удар, синяк под глазом, это был уже результат. Женщина очень сильна на язык. Она может очень больно говорить или очень больно действовать. Разве психическое насилие не является насилием? Так вот, в древние времена, в медические времена рассматривали все вопросы. Не как сейчас суд. Почему вы ударили ее? А там вопрос так задавался. Почему вы довели его до такого состояния? Вы понимаете, о чем я говорю? Естественно, не оправдывается, ни драка не оправдывается, не оправдывается ее насилие психическое. Мы сейчас пытаемся говорить про справедливость, что иногда кажущаяся жертва на самом деле заслуживает такого отношения к себе. Мужчины чаще всего срываются физически, а женщины психически. Вот прежде чем делать вывод, кто хорош, кто плох, нужно сначала разобраться, что на самом деле там произошло. Я вам очень интересный случай расскажу, в который попал я сам лично. Это было на Украине, когда мы проводили семинар на съемной квартире. Слышал какой-то крик на лестнице. Крик, в общем, мужчина бьет женщину. Страшно, да? Да, Наталья? Ну, для меня это... Бьют женщину, просто он ее лупит, понимаете, конкретно. Лупит там, кровь по стенкам хочешь. Ну, естественно, я там выскочил, давай ее защищать, ты такой негодяй, туда-сюда, ты что там творишь. Вот. А потом выяснилось, что это женщина наркоманка, что она хотела, что она продала там какие-то вещи, то есть у нее грудной ребенок. И она гуляет с другими мужчинами, все там вообще выносят с квартиры. И сейчас она пришла забрать там какую-то последнюю вещь. Он пытался защитить ребенка, вот, не пускал ее. Она стала ему хамить, полезно ему драться, он ей там, ее дарил, как следует. Вы понимаете? Выбежали мужики с лестницы, его избили. Ах ты, какой негодяй, побил женщину. То есть смотрите, что происходит, что иногда, иногда вы не можете сразу разобраться в причине происходящего. Вот так же и в нашей семейной жизни не всегда бывает так, что пострадавший является, как бы, правым. Я почему это вам говорю, что в вашей семье не должно быть такое явление, что кто-то лучше, кто-то хуже. Разбирайтесь, ищите всегда, почему это происходит. Многие женщины, например, они вот доводят своего мужчину, и он ее там стукнул и толкнул, потом говорит, все, теперь я тебя ненавижу. Теперь ты не имеешь права быть мужчиной на глазах. И как только она этому сказала, ему хочется еще раз ей врежать. Знаете об этом? Да. А он еще ей врежет. Ну не имеешь права, ну все. Раз я не мужчина, смотрите, ты не мужчина, не мужчина, тогда я буду на букву К. На еще, 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 еще. Почему же это с ней произошло? Потому что она не уважает вообще мужской принцип в целом. За это получает. А почему мужчина получает от нее такие грубые слова? Потому что он не уважает женский принцип, он на нее руку поднимает. Видите, что происходит? Она на нее поднимает свой язык, а он поднимает на нее свою руку. Так кто же из них прав, кто не прав? Оба виноваты. Почему вот этот парень, который побил свою жену и наркоманку, почему вообще женился на ней? Он что, не видел ее наклонностей? Ну, чаще всего они мы думаем, что я такой крутой, я всех поменяю. То есть мы видим, что эго, амбиции, жадность и другие качества, они становятся причиной наших проблем. А не причина наша, причина проблемы не в нашем муже и не в моей жене, а причина проблем нашей глупости собственной. Кто-то, извините, просто женился ради тела или каких-то удобств. Или наоборот. Дальше, не оправдываете ли ваши партнеры перед собой и другими людьми? Очень интересный момент. Что значит оправдывать? Очень часто семейные люди не видят правды про друг друга. Например, все говорят, что вы знаете, ваша жена скандалистка, а муж ваш, матюжник, ну, это не может быть, да ладно, я его лучше знаю. Что его муж это? Он ругается только дома матом, на улице он не ругается. Или, допустим, вы же знаете, ваш сын курит марихуан, да мой сын, он не может курить марихуан, нет, не может быть. Наталья, слышали такие, вещи? Все знают о том, что сын курит, кроме родителей. И из дома знает своего сына, кто он такой и чем он занимается, а родители говорят, не может быть. Женые чаще защищают своего мужа, мужа защищают своих жен, то есть они не могут увидеть правды. Так вот, политическая концепция такая, муж никогда не должен защищать свою жену перед другими, он будет сказать, я разберусь в этой проблеме. И когда он разберется, тогда уже делается вывод, кто на самом деле там прав, кто не прав. Чаще всего мужчины прикрывают еще какие-то греховные наклонности своей жены, и наоборот, она тоже прикрывает. Вы понимаете, это вот означает, что они совместимы по недостаткам. Бывает совместимость по благочестию, бывает по неблагочестию. Следующий вопрос. Задайте себе вопрос, самой себе или самому себе. Может быть, ваши эмоциональные потребности не удовлетворяются? Но чаще всего люди говорят, я на это не имею права. Например, не имею права на, допустим, какие-то нежные чувства. А жена говорит, ты знаешь, я не могу с тобой быть в глубоко в этих отношениях, потому что меня в детстве, в юности меня изнасиловали. Вот, теперь я всех мужчин не люблю, я не хочу с тобой, я не могу, у меня тяжело, у меня травма детская, еще чего-то. А почему муж должен за это отвечать? Или еще какие-то примеры, что, допустим, мужчина говорит, я не привык так разговаривать, или я не могу так вести себя. Почему он не может? Можешь научиться? Но он не хочет. Или чаще всего люди сами не разрешают к себе так относиться? Так вот, вы должны задать вопрос, имеете ли вы право на любовь? Например, очень часто люди из-за понятия долга лишают возможности себя, допустим, выйти замуж с другого человека. Ведь не правда, что развод всегда плох, и надо бывать, что человек и лучший вариант находит. Ему по судьбе может быть сдано. А иногда бывает наоборот, он за жадности разводится и получает худший вариант. Нельзя вот так сказать однозначно, хорошо это плохо, у каждого своя история. Знаете, сколько случаев было, когда люди просто брали и бросали свою жизнь в жертву ради чего-то и ради кого-то. Но он не имеет права на счастье. Кто-то запрещает себе это. Очень часто это происходит на религиозной почве. Я запрещаю себе любить, я запрещаю себе заниматься сексом, например, и обрекаю таким образом себя на страдания всех остальных, только потому, что у него догма есть. Например, у них это чаще всего распространено, такое явление. Дальше, следующий вопрос задайте себе. Не врете ли вы, что у вас все хорошо? Если вы не будете анализировать правду, ситуацию, как вы поймете, хорошо у вас или плохо? У меня все хорошо, у меня все нормально. Мой муж, правда, пропадает по ночам, но у меня все нормально, это пройдет. Вот еще одна глупость выжидать, когда само все пройдет. Или у меня на глазах уже другая женщина уводит моего мужа, а я думаю, нормально, все хорошо, побесится, вернется, не пытается вообще его защитить никак. Вы знаете, что мужчина тоже чувствует, что, похоже, я ей не нужен, она даже не дергается, мне даже ревность не вспыхивает. Многие даже назло начнут так делать. То же самое женщина, начинает как-то приторвать с другими, чтобы посмотреть, как бы реагировать мой муж, а он сидит газету читает. Ему все равно. Понимаете, то есть, следующий вопрос, не кажется ли вам, что ваш партнер к вам равнодушен? Он не равнодушен, он занят. Так занят или равнодушен? Надо выяснить этот вопрос, а не догадываться. Дорогая, я сегодня не могу, у меня важная работа. Дорогая, завтра тоже не могу, у меня важная работа. Дорогая, я вообще не могу, у меня всегда важная работа. Ну, ты сегодня пообедай одна, завтра пообедай тоже одна, в ресторан или себя. Вот ты знаешь, мне сегодня не получается. Кино тоже не получается. Так где же шкала ценностей в человеке стоит? Что же ему важнее? Вы? Похоже, что не вы. Но человек говорит, он же так занят. Такая вот немножко наивность, нерациональная наивность. Дальше, следующий вопрос задать саму себе, есть ли у вас секреты, которые вы не можете раскрыть с вашим партнером? Если вы ходите к сексопатологу, это означает, что у вас уже большие проблемы. Эти вопросы должен решать ваш супруг, а не сексопатолог. Вообще, это явление современное, хочу вам сказать. Раньше все это было по-другому. Люди были более образованы в этом плане. Какие еще у вас секреты могут быть друг от друга? Если вообще у вас есть секреты, означает, нет крепкого союза. Или, может, вас не понимают? Надо понять, почему они не понимают. Может быть, не надо жаловаться, что меня не понимают. Надо сказать, может быть, я неправильно излагаю свои мысли, или, может, я неправильно себя позирую или позиционирую. Может быть, вас используют? Следующий вопрос, который нужно вам задать. Это очевидно, что вас просто уже используют, но вы разрешаете дальше с вами поступать. Может быть, ваша жизнь стоит больше, го? Вот здесь это такая грамм очень тонкая. Больше вы стоите или меньше? Это вот здесь нужно уже разбираться глубоко. Следующий вопрос, не кажется ли вам, что вы уже наступали на эти грабли? Почему у вас третий раз подряд одна и та же ситуация повторяется? То есть, смотрите, вам нужно быть внимательней, записывать третий развод, третий брак и одна и та же картина. Почему? Может, что-то не то в моем сознании? Может, как-то я неправильно себя веду? Нет, они все виноваты, они плохие, мне просто не везет. Вот этот ответ, мне не везет. Вот запомните, если вы говорите, мне не везет, означает, вы никогда не разберетесь, что с вами происходит. Нет такого слова, везет и не везет. Есть просто правильное поведение и неправильное. Может, в вами движет чувство вины, это вас держит? Мы уже говорили про вину. Задайте этот вопрос. Насколько вы сильно стали рабом чувством вины? Вы знаете, что на санскрыте нету слова вина и грех? Нет таких слов, вообще не существует. Там написано слово анарха. Анарха означает желание, которое приводит вас к печальным результатам. И если слово анарха, не вредите, переводится как деятельность, которая исправляет эту ошибку. Таким образом, если вы совершили ошибку и ваша жизнь пришла в тупик, вам не нужно считать, что я виновата в том, я виновата, что не уберегла своего ребенка, он стал наркоманом. Вот давайте теперь повесимся. Все, всю свою жизнь на полочку повесим. Конец мне. Ваш ребенок стал наркоманом по таким причинам нужно понять, где его упустили. И что сейчас надо сделать, чтобы это исправить? Или я виновата, что мой муж вот так вот наелся груш? Вы не виноваты, вы просто совершали ошибки. Посмотрите, вам нужно поменять свое мышление. Слово виноват, слово как решить проблему. Вот тогда вы будете адекватны. У вас не будет сетементального уровня. Будет уровень дьяны и вигианы. Дьяна это знание, а вигиана это реализованное знание. В ведах описано, как острым ничем знанием разрубаются тугие узлы кармы. Так вы должны разрубить тугую узел кармы знанием, а не истериками и чувством вины. Так вот пишите правило, чувство вины всегда дает вам рабство. Если есть вина, вами можно манипулировать. есть еще понятие слова осознание. Осознание. Допустим, вы чувствуете, что вы осознали, что вы неправы. Это означает и признаетесь в этом. Или вы чувствуете, что я виноват. Это совершенно другое слово. Итак, если вы будете всегда находиться на уровне ума и чувств, то вы будете находиться под гнетом чужой воли и эгоизма. Эти отношения могут быть мешают вам достичь прогресса? Задайте вопрос. А вот тот брак, который у вас есть, или отношения на работе, которые у вас есть, ну вообще какие-либо отношения, мешают ли они вам прогрессировать? Допустим, мужчина постоянно тянет свою жену. Пойдем туда, пойдем туда, но не хочу, не хочу, хочу это, хочу наслаждаться, хочу гулять, хочу пить, хочу машину, хочу это. Одно слово хочу. А где дхарма? Вообще, ты зачем замуж выходила? Что мне тут хочу говорить? Но при этом мужчина должен понять, дает ли возможность прогресса в моей жизни с такой женщиной? Также должна все вопрос дать женщина, могу ли я прогрессировать в своей жизни с этим человеком? И следующий вопрос, нужно ли мне создавать семью с этим человеком? Ведь когда человек создает семью, он вопрос себе не задает, а куда мы идем? А что мы будем дальше иметь? Какие цели в нашей семье будут ставиться? С самого начала это нужно обговаривать. Поэтому когда в великие времена и сейчас до сих пор в Индии сохранились такие обряды свадебные, там спрашивают перед свадьбой, а готовы ли вы на то, а готовы ли вы на это, а как вы видите допустим вашу совместную жизнь, там где-то опрос, жрех опрашивает их, и он делает заключение, готовы вы к этому или не готовы. То есть делается экспертиза. Так вот заключение хочу сказать, что мы все имеем право на ошибки, все, на то мы родились, чтобы ошибки совершать, их исправлять, но мы также имеем право и на лечение своих ошибок, и на решение проблем. Поэтому знание вам и дается. Спасибо большое за внимание, пожалуйста, создавать вопросы. Слушатели внимательно слушали и просто написали комментарии, что очень интересная тема, так много затронули больного и на самом деле 100% реального события. Вот такое сообщение пришло. да, это все взято из жизни, причем уже тысячи и тысячелетия существует эта вселенная, и что же вы думаете, мудрецы прошлого, они не узнали, что еще выходит. вы поймите, в чем заключается идея визитской культуры. Это не какая-то сектантская монопольная религия, это всеобъемлющая система существования на земле. Если мы хотим быть счастливыми, обязательно быть каким-то сектантом, еще кинуть. Нужно просто понять, как устроен этот мир, как работать в этом мире, как жить в этом мире. Чаще всего в семье расслабляются знаете из-за чего? Они думают, что законы мне в семье не вписаны. Ну, он же мой муж, или она моя жена, теперь я могу делать все, что хочу. Вот в этом глобальная ошибка. Глобальная ошибка. Это то, что вы должны понять. Почему я сегодня про семью затронул тему? Потому что она важная. Наша жизнь там-то и кроется. И когда я говорю, не нужно разрешать с собой так поступать, это не означает, что вы должны гордыню взрастить и непокорность. Это означает, что вы должны осознать глубину вашего положения, и тогда вы сможете ее решить. И еще я один момент хочу добавить, что сила привязанности и сила любви это две разные вещи. Очень часто их путают. Но надо всегда стать выбор. Либо туда пойти, либо туда пойти. И потом будет результат. Поэтому все вопросы можно решить в жизни. И кто считает, что моя жизнь сломана, и он уже сложил руки, не хочет ничего менять, знайте, вы не правы, вы имеете право на счастье. Каждый человек имеет право на счастье. Это закон. Я вам процитирую из Вет, когда Всевышний создал Вселенную и заселил ее людьми, он сказал, будьте счастливы, живя в этом мире. Это означает, что Бог хотел, чтобы быть счастливым. Как жить так, чтобы максимально быть счастливым в этом мире. Поэтому неправда, что в этом материальном мире нет счастья. Оно есть, только мы чаще всего не хотим к нему идти, свое упорство и упрямость. Вот в этом вся идея заключается. Вопросы стали поступать, очень так приятно, меня это даже радует. Читаем. Здравствуйте, спасибо за лекцию, Сергей Владимирович, привет вам из Нью-Йорка. Подскажите, как не давать близким и посторонним людям, не давать им пользоваться, не давать им повода для оскорблений. Но если они используют меня, и я им отказываю, и они начинают бить на жалость, или просто оскорбляют меня нормативной лексикой, дурак идет и так далее. Ну вот если родственники так себя ведут, это означает, что когда-то вы разрешили так поступать с вами. Здесь самое главное, не надо употреблять слово оборона от них, иначе у вас будет война. Задача заключается не в том, чтобы обороняться от них, а правильно поставить позицию. Но если, допустим, это делают вам какие-то близкие, и они называют вас дураками, и оскорбляют вас, вам нужно сказать, что близкие так не поступают, и прекратить им давать то, чего они требуют. Потому что смотрите, что произошло. Сначала вы им давали, вы хотели показаться хорошеньким, вот какой хороший родственник, нате вам то, нате вам это, вы приучили к этому, и вдруг не дали. Эго задевается. Когда эго задето, то что наступает? Шантаж. Чаще всего родственники шантажируют через свое родство. Мы же родственники, мы же то, мы же все, дети, братья, сестры. И ты не имеешь права больше не служить. Нам нужно объяснить, что я слуга, вам не слуга. Если вы не хотите быть близкими людьми, это ваше право. Но нужно прекратить это все, потому что вы становитесь причиной их деградации. Очень часто, если вас оскорбляют, собой, это ваша привязанность к вашим родственникам. Стала причиной этой проблемы. Понимаете? Не нужно их, смотрите, не надо их в этом обвинять. Ни в коем случае. Не говорите, что вы такие плохие. Я виноват в том, что вам разрешил так поступать. Все. И эта лавочка прикрывается. Объясняйте, кто такие родственники, какие должны быть правильные отношения. Если вы не согласны жить по этим правилам, тогда нет смысла иметь такие родственные отношения. Вот и все. Еще один вопрос из Нью-Йорка. Как избавиться от чувства вины перед супругой и детьми? Сейчас трудно сказать, что у вас произошло лично. Вот так вот трудно дать общую характеристику. Но я уже объяснял по поводу чувства вины. Надо не испытывать чувство вины, а исправлять те ошибки, которые были совершены. потому что вина ничего хорошего вам не даст. Вы просто будете еще хуже. Нам нужно понять, из-за чего у вас прошел конфликт, где вы, в каком месте, что не получили, объяснить все своей жене, раскрыть ей свой ум, ваш ум раскрыть, и сказать, что я хочу исправить эту ошибку, помоги мне пожалуйста в этом. Но не надо говорить, что я виноват. Потому что еще раз говорю, в семье не бывает так, что кто-то один был виноват. Всегда этот процесс обоюдно идет. Вам нужно поставить позицию, если мы хотим сохранить семью, нам нужно искать корень наших проблем, а не искать кто виноват и кто не виноват. Это сейчас не важно. Признание вины означает, что я разрешаю себя с собой так обращаться. Вот ты виноват, ты будешь реабилитироваться. дотомите одну вещь. Ваша жена нехорошая, неплохая, она просто человек, как и все остальные. Вот и поставьте позицию, хотите ли вы сохранить семью или нет. Если вы хотите сохранить семью, если у вас проблема в этом плане, то вам нужно найти проблему, откуда она идет. Она идет с каких-то ошибок, которые вы оба вдвоем своей женой совершили. Спасибо за вопрос следующий. Вопрос Украины из Харькова. А если ошибку исправить уже нельзя, как быть, как жить с сознанием этой ошибки? Если нельзя исправить то, что ушло, то нужно создать новое, не повторяя этих ошибок. Вот и все. Понимаете, если исправить нельзя, то какой тебе смысл сидеть на могиле этой проблемы? На кактусе. На кактусе зачем сидеть? В прошлом раз мы говорили. Все, вы однажды обожгли, сели на кактус, вы поняли, что это больно, исправить ничего нельзя. Создайте новую среду обитания, новую семью, например, или там что-то у вас произошло, я не знаю. Создайте новое, не повторяйте больше ошибки, чтобы больше этого кактуса не было. То есть, понимаете, вот событие, которое ушло, и невозможно реанимировать, нужно сделать вывод из этого. А не чувствовать чувство досады, что вот все ушло, мне конец наступил. Все в этом мире приходят и уходят. Главное, выводы правильные сделать. Я могу зачитать благодарность. Сергей Владимирович, только что включила радио и очень обрадовалась тому, что услышала. Вы сейчас озвучили проблему, близкую к моей. Я только что испытала сильное страдание, не знала, как жить дальше. Спасибо вам за то знание, которое вы даете. Появилась надежда разобраться с проблемами в жизни появилась сила жить. Это Россия. Спасибо большое за вдохновение. Я тоже человек, тоже нуждаю в вдохновении. Такой же, как и вы. Мы сами делимся общими знаниями. Вы помогаете мне тоже много что понять. Потому что сто раз говоришь, на сто первый раз сам поймешь. Ну да, так обычно и происходит. Веда говорится, что тот, кто слушает, тот, кто говорит, они оба получают благо. Поэтому мы все вместе получаем благо, слушая такие древние писания. И ваша задача сейчас не решать по поводу этой женщины, которая написала мне такое хорошее письмо. Страдание все равно в нашей жизни будет приходить. Но старайтесь решать вопросы неэмоционально. Вы, конечно, можете поплакать, но вопросы эмоционально решать не надо. Надо увидеть корень проблемы. Это корень болезни. От чего это идет? И чаще всего люди думают, что я ни на что не способен, я нахожусь в тупике, мне ничего никогда не решить. Они на себя руки выкладывают, психически имеется в виду, и физически. Хотя и такое тоже может быть. Поэтому единственный способ решения всех проблем это получение знаний. Я уже цитировал эти слова. Как ничем знание разрубает стульги узлы кармы. Другого варианта нет. Одно из свойств нашей жизни в материальном мире это недостатки заключается в том, что мы находимся в иллюзии и сможем совершать ошибки. Это природа человека. Это природа. Это ваша природа совершать ошибки и быть в иллюзии. Поэтому что теперь за это сейчас винить, что вот я что-то разрушил, что-то я недопонял. Это нормальное явление. Но знаете, когда человеку уже говорят, когда ему знания дают, когда он сотый раз встает на грабли, ему не поможет. Он никого не слышит. Но самое главное научиться слушать. Если вы это научитесь делать, все, у вас все будет хорошо. Спасибо за вопрос. Дальше. Есть еще такой вопрос. Как бороться с постоянным вожделением к лицам противоположного пола? Изменять не собираешь. Люблю жену. Но вожделение очень сильно застилает разум. Подскажите, как лучше с этим бороться? Дело в том, что у разных людей есть разные сексуальные аппетиты или конституция. Этот вопрос вам нужно задать своей жене. Почему вам все время хочется? На самом деле это означает, что вам не слишком много уделяет внимания в этот план. Это нужно разбираться уже с личной вашей семьей. Если мужчина смотрит на других женщин, значит у него не хватает какого-то вкуса. Я сейчас не могу сказать какого именно какого-то вкуса сексуальных отношений вам не хватает. Вот здесь надо разобраться что именно. Может быть она вообще даже не загадывает об этом вкусе. даже не говорите об этом. Но хочу сказать еще что вожделение вообще свойственная природа. Практически все мужчины хотят иметь много женщин. Это природа мужчин. В этом заключается защита жены мужчины. Она его таким образом защищает. Она должна быть сексуально образована и она должна хорошо Камасутру знать. Это как описано в ведах. Если женщина этого не делает чаще всего она разделяет ложи с другой женщиной. Это тоже не мои слова и слова в ведах описаны. Поэтому это не означает что мы должны заниматься таким растущим образом жизни. но если эта проблема есть ее надо решать. Потому что рано или поздно она выстрелит и очень больно. Вам нужно открыть эту проблему своей жене и сказать какие у вас есть проблемы внутренние. Женщина защищает мужчин от других женщин. Есть проблема есть дефицит внутренний. Не будем сейчас эту тему глубоко рассуждать потому что это ваши интимные вещи но еще раз говорю вам надо вдвоем этот вопрос решать. Пока не поздно. Спасибо за внимание. Следующий вопрос. Также из того же адреса есть вопрос планируете ли вы в ближайшее время приезжать в Воронеж с лекциями? В Воронеж с лекциями? Я всегда планирую приезжать если там организовано что-то. Если нет организации то как я смогу приехать? Это невозможно. То есть нужен человек который просто ... Да нужно организацию конечно. Но в принципе у нас есть такое желание в Воронеже. Я думаю что мы наверное весной туда приедем. Отлично. Есть еще вопрос. Что делать если мать оскорбляет? Кто оскорбляет? Мама сына. Настоящая мама взрослая мама взрослого сына. Оскорбляет. терпеть терпеть не оскорблять ее в ответ. И чаще всего если ей нравится оскорблять то ему лучше не отвечать тем же самым. А еще лучше всего меньше встречаться чтобы. Понимаете надо позицию поставить. Во-первых почему оскорблять надо раз понять. Во-вторых почему вы дальше все это выслушиваете. Не сказать мама я тебя люблю ты моя мать я тебя ценю но оскорблять меня слушать больше не буду. Еще одно оскорбление я больше тебе не веду. Все понимаете она уверена что вы никуда не денетесь. Это так все ведет. Но с вашей стороны оскорбление в ее адрес не должно быть. Вот такая деталь тонкая. Поставьте дистанции между нее и вами. Скорее всего какая-то есть зависимость от нее от мамы. Скорее всего. Надо понять от чего зависимость ее избавиться и будет таких оскорблений. Я могу перейти к следующему вопросу. Да конечно. Добрый вечер Сергей Владимирович. Подскажите пожалуйста можно ли самостоятельно устранить психический блок? Если явно видны его симптомы позитивный настрой постоянно сбивается негативными мыслями о том что ничего хорошего у меня в жизни не будет. Но причина скрыта где-то очень глубоко. Я считаю что самому себе помочь можно только молитвой. Но может еще существуют какие-то дополнительные способы. Спасибо вам за интересную программу. Очень интересный вопрос. Молитва действительно может помочь. Это правда. Нужно это продолжать делать. И вам нужно научиться действовать не привязываясь к результату. Вот этот страх у вас был опыт неудач. Этот опыт неудач стал частью вашего сознания. Поэтому за что вы не берете что появляется страх. Если не получится я буду опять неудачником. вам нужно разрешить себе быть тем кто вы есть. И когда вы что-то будете делать не надо привязываться заранее к вашим результатам. Вы просто делаете и все. И не думаете получится у вас или не получится. Вам нужно просто заставить ум замолчать. Это работа ума и чувств. Вот и все. Эти блоки они лежат только из опыта. Опыт больших неудач в прошлом. Но у вас могут быть и удачей. Вы не можете действовать только потому что у вас есть блок. Поэтому вы его остраняете в сторону и действуете. Не привязываясь к результатам своей деятельности. Все. Это единственное решение. Бороться со своими блоками. Но я вам скажу историю интересную. Однажды очень давно, очень давно, где-то лет 10-15 назад, мы приехали в одну больницу, там где раковые больные, там тяжело больные, и давали там семинар и еще заодно там концерт был. И вот я когда-то приехал и собралось три человека в зале. Представьте себе, ты приехал выступать, там три человека. И у меня ум начал метаться в разные стороны. Ну что такое вообще, ну что это такое. Три человека, зачем это надо, да, все, и такое ужасное настроение появилось. Больше я не буду заниматься этой деятельностью. это, в общем, ум начал петь эти песни. И я вспомнил вот этот стих из Дед, где говорится, что ты можешь действовать, но результаты твоей деятельности тебе не принадлежат. Вот очень хороший стих. Я постоянно, когда на меня депрессия набрасывается, как вот у вас в блоке, я постоянно даюсь на этот текст. Ты просто действуй и не думай о выигрыше и проигрыше. Я решил это делать, я заточил читать лекцию. Так вот, смотрите, два человека, там было три, два человека, парень, девчонки, съели в заднем ряду, они всю дорогу целовались, а третий человек, который был нашслужателем, он просто лежал на парте и спал. Вот представьте, какая была дурацкая ситуация. Я просто продолжал дальше это делать, опираясь на вот этот вот стик из Багаваддиты и когда я закончил все это, настроение, конечно, было ужасное, отвратительное, сами понимаете, такое вот игнорирование. Вот, стал собираться, те двое убежали, молодежь, а вот этот парень, который сидел за парте и спал, он вдруг поднял голову, подошел ко мне, говорит, можно вашу руку? Взял мою руку, пожалуй, мне говорит, вы знаете, вы не только что спасли жизнь. Я говорю, что это значит? А я говорю, сегодня вечером собрался, говорит, покончить жизнь самоубийством. Я уже веревку приготовил, уже принял решение это. Вы понимаете, нет? А я, кстати, хотел развернуться и уйти, потому что людей не было. Так вот, бывает так, что когда-то вы начинаете действовать не на благо своего ума, а просто опираясь на этот стих из древних писаний, вы увидите, что на все есть причина. Вот я понял, что я попал сюда, развернул целую сцену, там, читал три часа лекцию из одного человека, который сегодня должен был бы повеситься. Разве это стоит того? Скажите. Вот так же и вы, вы должны понимать, что блоки, они просто, это просто истерика, которая катается в уме. Вот и все. действуйте и не думайте о выигрыше и поражении, и вы сможете получить разум и силу. Вот такой вам ответ. Отличный пример вы привели к Владимировичу. Вопрос и все. Сегодня все, вопросов больше нет. Немножко музыки сейчас мы объявим, к следующему эфиру перейдем. Спасибо вам большое за внимание. Если я напомню. У нас, наверное, еще будет один выход, да, в понедельник. Потом мы уезжаем в Индию. Вот есть один вопрос, адж. Если кто еще хочет присоединиться, вот обращайтесь на наш сайт Курану 108. У вас еще есть возможность к нам присоединиться в очень интересную патологическую поездку по интересным местам и там будут проводиться мероприятия. Все подробности на нашем сайте. Да, а где найти сайт, я напомню слушателям в разделе лектора либо наши лектора есть информация в биографических данных Сергея Владимировича. Там есть мейл, там есть телефон для контакта. Пожалуйста, присоединяйтесь. Поездка в Индию это круто. А также, пожалуйста, вы можете организовать семинар в городе, в вашем любимом родном городе. Ну, человек, так, минимум 50-100, да, Сергей Владимирович? И спасти как можно больше народу. Вы приедете. Да, это тоже возможно. Тоже, если у вас есть такие пожелания, вы можете с нами связаться тоже через данные наши, через сайт, через контакты. Ибо все можно договориться. Я с удовольствием. Препятствий никаких нет. Препятствий никаких нет, да. Спасибо большое, Сергей Владимирович, что были с нами. Мои великие вам благодарности и нижайшие поклоны. И вам тоже спасибо, Наталья. Удачи вам, счастья. Всем спокойно, как говорится, вечера и доброй будущей ночи. До свидания. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова